7 том книги открытым оком вопрос номер 1976 тема проповедь благовестия почему же учение христа о благовестии было заменено самосовершенствованием вдали от мира когда и кто посигнул на это изменение отвечает игнатий тихоныч лапкин это в природе человека отступ отступившего от своего создателя вся мировая история состоит именно из этих поправок божьего пути желание улучшить украсить то что бог дал евангелие от мотфея 7 глава 21 стих не всякий говорящий мне господи господи войдет в царство небесное но исполняющий волю отца моего небесного первая книга царств 15 глава 23 стих ибо непокорность есть такой же грех что и волшебство и противление тоже что и дало поклонство за то что ты отверг слова господа и он отвергнет тебя но всегда находились пусть хотя бы единицы кто каким-то чудом следовал прямо за господом христом шел и проповедовал и новые души шли к свету истины книга пророка исаи 8 глава 20 стих обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света евангелие от луки 10 глава 1 стих после сего избрал господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место куда сам хотел идти есть ли такие монахи которые послушались был плотника из назарета идти по городам да пропаде они там окаянны и ненужные грешники мне бы пустыню где найти до забиться туда до бисер и детства сохранить да научиться по 70 дней не есть не пить а что этот пророк галерейский сказал туда не пойду вот это и есть слова почти всех монахов параскева 28 октября параскева не обращала никакого внимания на своих женихов домогавшихся сожительство с нею она скоро соделалась невесту единого бессмертного жениха единородного сына божия для которого и жила в святости и праведности пресвятое имя его она исповедовала пред людьми непрестанно всякий день приводя их тем пока пока к познанию истины некоторые из людей уверовали в господа нашего иисуса христа а другие неверующие злословили святую параскева же смело проповедовала пред ними слово божие и изобличала суету бездушных идолов не желая слушать от нее таковых обличений неверующие граждане схватили ее и предали побоем а потом вергли в темницу эфимий новый 15 октября но потом он снова пожелал по-прежнему только безмолвствовать на афоне так как стечение к нему множество благочестивого народа сильно тяготила смиренного стол столбника расставаясь с а лунью ефимий принял по совету солунского архиепископа феодора рукоположение воде окана чтобы иметь возможность самому посредством запасных даров приобщаться в пустыне при чистых христовых тайн но на фоне и эфимий пробыл недолго ибо не нашел здесь желаемого безмолвия новый новые подвижники густо заселили прежнюю пустыню узнав о появлении среди них освещенного подвижника и почитая его как первенствующего среди них они стали часто посещать его тогда ефимий избрал для себя новое убежище необитаемый остров называемый новых куда он удалился вместе с двумя другими единомысленными ему иноками симеоном и иваном коловым коленик 29 июля горько плакал колени копой о погибели этих людей и решил начать открыто их учить познанию истины чтобы обратились они от своего заблуждения и уверовали во христа бога проповедуя подобно апостолам слово божие прошел коленик многие города и селения и прибыл наконец в галатийский город анкиру в этом городе он оставался довольно долгое время заботясь о спасении душ человеческих и трудясь вам благовестие христовом он многих обратил ко христу святой кротко отвечал ему раб я христов видя как люди идут к погибели я болею за них сердцем и сколько могу стараюсь добрым учением обратить их от тьмы к свету и от погибели ко спасению ибо в наших книгах написано обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов якова 520 хотел бы я и тебя привести к свету от обдержащего тебя бесовского помрачения и наставить на истинный путь